Добрый день, дамы и господа. Вот уже три дня южная часть Соединенного Королевства купается в мягком февральском тепле. Согласна, это звучит совершенно дико, но именно так и происходит. Вчера в Лондоне, например, была зарегистрированная температура в более чем 21 градус, а в Уэльсе перевалило за 20. Такие температуры характерны для английского июня, но все-таки никак не для февраля. Правда, к концу недели мы вернемся к более традиционной погоде с дождями и температурой в 10 градусов и меньше. Тем не менее, эти три дня не прошли без последствий. Вчера вечером в Восточном Йоркшире, под Эдинбургом и в Графстве Сассекс возникли пожары на пустошах. Пожарным удалось их потушить, но не без труда, особенно в Йоркшире, где очевидцы описывали картину как апокалиптическую. Причин такому единодушию природы две. Необычно высокая температура и неожиданно сухая зима. Ну, скажем так, не совсем сухая, до этого мы еще не дошли, но просто дождей выпало меньше обычного. А учитывая аномально жаркое лето, которое пришлось пережить всем частям Соединенного Королевства, даже осенне-зимние дожди не смогли восстановить баланс. Пустоши, называемые по-английски мусс, это в принципе очень сложная экосистема. Тем не менее, их все отличает одно – очень тонкий слой плодородной почвы и довольно скудная растительность. Растут там самые неприхотливые травы и мелкие кустарники типа дрока и вереска. В ходе эволюции они приспособились к тому, чтобы употреблять очень мало воды. Следовательно, вся эта поросель, как правило, очень сухая, и если она каким-то образом загорается, то потушить ее непросто. Кстати, любопытно, что где-то в средние века поджоги растительности на пустоши практиковались довольно часто, главным образом для того, чтобы несколько улучшить почву, чтобы на ней росла трава, пригодная для овец и коз. Но одно дело – контролируемый пожар, а другое – стихийный, который распространяется бесконтрольно, если его не остановить. В Восточном Йоркшире пожар довольно быстро охватил территорию в полтора квадратных километра. Пожарным командам удалось с ним справиться, однако они по-прежнему остаются на местах для того, чтобы быстро отреагировать на новые очаги возгорания, если они появятся. Беда, однако, в том, что три года назад там тоже случился серьезный пожар, и естественная растительность только-только смогла восстановиться. Но дело даже не ограничивается одними пожарами. Ученые, например, некоторые ученые говорят, что нам не следовало бы радоваться возможности походить в феврале в майках с короткими рукавами, потому как это свидетельство глобального потепления и не менее глобального изменения климата, которые теперь напрямую затрагивают нашу жизнь. Согласно собранной статистике, и не надо забывать, что есть масса способов прикинуть, какими были температуры, допустим, в средние века, на 100% гарантии у нас нет. Тем не менее, если считать, что выбранные математические модели верны, то средние температуры на британских островах сейчас где-то на 2 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, а аномальная жара теперь случается с вероятностью в 30 раз больше, чем несколько столетий назад. Эта точка зрения изложена в редакционной статье в либеральной газете «Гарти». Но этому погодному явлению есть и другие объяснения. Нынешнее необычное потепление может быть результатом эффекта Ферна. Так называется теплый ветер, дующий с гор в долины. Представим себе, что на наветренную сторону горы падает дождь, а с подветренной же стороны теплый воздух начинает спускаться в долину, где он еще больше нагревается солнцем. Как правило, этот эффект случается в Европе, когда влажный воздух из Средиземного моря приходит через Альпы. Но точно так же это происходит и в горных районах на севере Шотландии. Но как бы то ни было, если верить прогнозу, скоро у нас пойдут очередные дожди, и пожары перестанут быть возможной опасностью. Это все на сегодня. Не забывайте о нашем сайте bbsrushen.com, где мы ежедневно публикуем и нашу сводку теленовостей. До свидания.